Ой, давно не было эфира. Я, мне кажется, каждый эфир начинаю с этих слов, что его давно не было. Вот, сейчас я прохожу мимо своей школы, 35-й. Иду в автошколу, будем учиться, будем слушать лекции внимательно. Всем привет, кто присоединился к моей трансляции. Вот моя школа, сегодня моя школа. Мои одноклассники, трое одноклассников, члены команды, которые защищают нашу школу. Короче, сейчас я вкратце скажу. Красавец! Наши затащили сегодня в футбол. Привет! Я не удивлен. Первое место. Седьмое место. Да, а что они здесь? Так надо, да? Или это самодельные? Они так и были. А, да? Ой, нихрена себе, я сегодня в голубых была. Ничего себе. Надо такие же розовые купить и смотрю на мир через призму счастья. Не, у меня желтые есть, голубые есть и красные. Могу тебе какие-нибудь дать погонять. Красных нет. Ладно, удачи вам. Давай, пока. А ты что, с ними на марме была или как? Конечно. Какой счет был? 2-0. Вчера 3-0 с 38-й, а сегодня 2-0 с 37-й. Здрасте! О, все, я со всеми поздоровалась. А вы что еще не дома? А мы уже дома были. Просто-просто? Вот, всем привет, да. Я, короче, со всеми пообщалась, поздоровалась. Как-то неожиданно, что ли. Вот, завтра. Что у нас будет завтра, интересно? А, я вспомнила. Завтра будет Тауса. Они, привет, и от мамы привет. Спасибо огромное. Вам также привет. Вот, сейчас идем мы, значит, с вами. Точнее, вы со мной идете в автошколу. Будем познавать эту сложную науку. С каждой темой все сложнее и сложнее. И эта неделя, вот, занятия сегодня и в пятницу, это крайние два занятия, точнее, последние занятия, лекции. После, со следующей недели начинаются зачеты. Восемь зачетов внутри школьных, ну, внутри автошколы. Ай, я волнуюсь. Если, по идее, лекции закончились, то должна уже начаться, по идее, самопрактика, самовождение. Может, сегодня скажут об этом что-то, или завтра, я не знаю. Вот. А на замужем расходимся, ребята. Как произносится твоя группа, глупо, группа Пулгопедия? Да. Вообще, это не название группы, ну, это как бы и название группы, и мой псевдоним. То есть, Пулгарь, Википедия, Пулгопедия. У меня есть статья на моей странице, и там как бы история, как создавался этот псевдоним, как он появился. И, кстати, он появился благодаря вот этому негру, который был в начале трансляции, то есть минуты три назад. Это Сережа. Вот. Ну, парень в зеленых очках. Это он для меня придумал такой псевдоним. Ну, да ладно. Вот. А еще мне говорят, Аня, веди чаще трансляции, нам интересно слушать тебя. А у меня вечно нет времени. Даже сейчас у меня 10%, и, скорее всего, я успею дойти до автошколы, и телефон сядет. Потому что во время трансляции он очень быстро и стремительно разряжается. Вот. Вот уже начинает зависать телефон. Это значит, что заряда все меньше и меньше. Привет, как дела? Привет. Хорошо. Хорошо, если не считать того, что я... Все. У меня депрессия немножечко по поводу школы спасателей. Потому что мы так растрогались, расстроены уходом моим. Вот. А мне что-то тоже стало грустно. Очень. Я даже задумалась, блин, даже Серебрякова ступит с кем. Как-то, но по-особенному люблю. Ой, блин. Ну, ладно. Так, он темнокожий, стрим мне передал цвет. Ну, он так, да, немного темнокоженький. Что это за город? У вас тополя растут. У нас и тополя, у нас много чего растет. Вот я сейчас тебе покажу. Вот тут деревья какие. Вон там и сосна, вот здесь и акация, вот это абрикос, а эти... А, не могу понять, что это за дерево. И вот орех сразу. На одном участке. Буквально участок, ну, 20 на 20 метров. Так что у нас такое смешанные леса. Вот. А это город Таганрог. Таганирог. Основанный Петром I в 1698 году и так далее, и так далее. Я уже устала рассказывать о своем городе. Было бы больше людей, я, может быть, и рассказала. А так вот всего 10 и половина участников этой трансляции. Это как раз люди, проживающие в этом прекрасном городе. Я вон малышняк по гаражам лазит. Сейчас запалим их. Где вон? Ага. Все. Я тоже по этим гаражам прыгала, бегала. Конечно, они такие легенькие. Там все, они под одним уровнем идут. И там еще две трубы огромные. По ним круто. Просто по прямой бежишь. Там еще есть повороты некоторые. Вот. Ну, то есть такие легенькие. Вот есть гаражи на Лемаксе. Вот там бегать круто. Потому что они там разные. Есть крутые, есть такие. Что состояние большое, нужно было брать разгон. И они там более ржавые. Ой, в общем, детство прошло у меня, как у настоящей девочки. Естественно, это сказано сарказмом. Всем привет, привет, привет. Кто тут пишет? Так. У нас вообще-то листва пожелтело. Только не особо заметно. Не особо заметно, ну ладно. Так. Вот, я сейчас покажу эту трубу. Я даже поднимусь немножко. Сейчас. Вот, вот здесь вот начинаешь и бежишь. Вон, кстати, малый, вон он. Один пацан. Вон, и девочку за собой потащил. Ну, тут легкая тропа. Вот тут они очень близко стоят. И как бы бежишь, и все. То есть, неинтересно. Вот. Так что, как-то так. Ну, да у всех это было. Я, правда, ни разу в жизни на трамвай не ездила. Сзади не цеплялась. А если честно, очень хочется. Правда, если сейчас вот я такая тетя со стороны полезу на трамвай, это будет очень странно смотреться. Попустила я тот момент. Вот. Ой, собаки на меня смотрят. Я же собак боюсь. Обхожу десятой стороной. Если не тридцатой. Так что, как-то так. Что я вам еще рассказать? Сейчас я иду до улицы Сызраного. Что? Что еще? Наверное, ничего. Сейчас вот это, после улицы Сызраного идет, по идее, пересечение вообще вот за Поляковским шоссе и за Сызраного в сторону, ну, так скажем, концов города. Это все промзона в основном. Привет, Сергей Максименко. Вот. И так что тут заводы. Вот это Смолянка завод. Он вроде недействителен, но это не точно. Блин, я забыла деньги. Ладно, потом скину. Господи, обещала скинуть Артуру деньги, и я забыла их взять. Мне нужно их закинуть на карту, потом с карты ему, а я на Алик забыла, а денег у меня особо нет. Я прям красавчик, я как обычно. Ну вот. Что вам еще рассказать? Недавно я здесь шла, когда с автошколы. Это был пипец. Потому что передо мной шел мужчина. Расстояние между нами было метров 15. Ну, примерно И вот он Я не знала, как мне пойти, я забыла телефон Дома И я в автошколу пошла, ну, как бы вот так светло Обратно я возвращаюсь в районе 8 вечера Ну, и как бы очень темно И как раз после дождя, что повсюду лужи Я не знала, блин, куда идти и как Ну, думаю, я обычно иду по той стороне Но по той стороне проходимость хуже Ну, как бы А тут в основном асфальт Я думаю, ну, надо переходить на эту сторону И вот чувствовала, что не надо Ну, думаю, ну, а куда деваться? Пойду по этой стороне И вот я иду Как раз вот где Сейчас я покажу Вон табличка металл Что там, металлы Вот эта заправка Проходит мужчина сюда Напротив заправки Ничего не происходит И я только захожу на территорию И на меня вот отсюда Где-то начинают гавкать собаки И кидаются на меня Вон одна из них идет по тропе И они прямо на меня гавкают и так далее А я же боюсь собак, как я не знаю кого У меня вроде перцуха с собой была Но ты же не можешь обидеть бедное животное Вот я даже сейчас боюсь идти Потому что вот она стоит И вот что, я могу пройти мимо или как? Вон она прямо на меня идет А мне страхово Я ссыкло Вот все, проходи Подходи ко мне Ради бога, пожалуйста Все, ты прошла, я пройду Все, фух Почему я такая ссыкло Почему я такое ссыкло? Да вот, я ночью проходила Мужчина прошел Они на него ни пять, ни десять А я проходить И сразу на меня кидаться Гавкать и так далее Я смотрю, он идет дальше А они ко мне бегут Четыре штуки, наверное Я думаю, замечательно И знаете что, я вышла на дорогу И пошла по дороге Да, меня обрызгали немного Но все-таки остаться лучше живой Чем покусанный собаками Так, ты откуда? Привет, нифига, у вас светло Можно, проходим Спасибо Красиво так на улице Да, до сих пор розы Я неделю назад снимала эфир Были эти розы Вот сейчас они до сих пор еще есть Ну, немножко, конечно, меньше Но все же Да Соклоны симпатичные Спасибо Прям приятно Прям за душу взяла Ой, без пятнадцати время Чего я очень рано Как-то Обычно я без пятнадцати выхожу Ну, в принципе, мне тут осталось пять минут Еще десять минут посижу в кабинете Уже телефон зависает прям жесть Поэтому вот-вот Я могу отключиться Эфир прервется, закончится Вот, а я, если что, я не виновата У меня просто Десять процентов Телефон Очень быстро разряжается Так, сейчас надо еще дорогу перейти Мимо автомойки пройти И я на месте Это откуда у вас там светло и тепло? Ну, как-то В основном люди ходят в куртках Это я больная В свитере Просто Не, у меня куртка с собой есть Это на обратный путь Ай, я успею на пешеход Или не успею? Блин Все, я не успею Уже мигает Ладно, постоим Постоим, значит Ай Шея как у лебедя Спасибо Я помню, мне однажды сделали комплимент Что, типа Такая длинная шея Так и хочется сломать Ну Очень приятно Ой Собаки чувствуют ее страх Возможно Ну да, вообще так и есть Ой, на юге всегда тепло Светло Особенно в городе Таганрог Снега Мало зимой Ой, все, можно идти, да Я иду, все Я перехожу уже через дорогу Из Кемерово, привет Привет из Таганрога Таганево-рога Так, сейчас будем идти мимо автомойки Я не хочу, чтобы меня обрызгали Я уже рассказывала, как я мимо проходила Меня просто случайно Обрызгали так Это было летом Не, не летом Это был сентябрь Я как раз шла подавать документы в автошколу Но это начало сентября было В числах первых Или конец августа Я мимо прохожу И у меня прямо струя Вот так, от машины рикошетом Ой, весело было Хорошо, что тепло было Девушкам длинные шеи красиво Мужикам наоборот Ну, как бы Когда мужик без шеи Это еще ужасней Нет, мне кажется Длинная шея на всем идет Как мужчинам, так и девушкам Вот Главное, чтобы это еще шея была прямая А не Там вот как с горбинкой Или там, когда шея Переходит плавно в лицо Когда, ну С лишним весом Это ж вообще Ужас Так, ну Все, в принципе Вон надпись Автошкола Сейчас Вон она, автошкола Так что я уже пришла Так что всем до свидосов Спасибо, что провели